Вопросов на самом деле много, но очень часто получить ответы на них не так просто. Впрочем, сегодня у нас такая возможность есть. В нашей студии мы Ромска. Вячеслав Двораковский, Вячеслав Викторович, приветствую. Вот как раз сейчас мы говорили об уборке улиц от снега. Почему-то в последние годы это вдруг стало проблемой, что ли. Причина в том, что об этом много говорят, в чем, да? Ну, это действительно трудно объяснить. Мы вывозим в этом году с улиц, ежесуточно достигли уже 8 тысяч кубических метров снега в сутки. Работаем круглосуточно, где-то порядка 390 единиц техники выходит для этой цели. Дополнительно к этому, что уже имеем как результат, отторговались, привлекаем технику. Числа с 15 февраля она уже выходит. Не поздно ли сейчас? Все-таки уже февраль, может быть, чуть раньше надо было, если не хватало техники. Вот мы на сегодняшний день вывезли 430 тысяч кубических метров снега. Этих объемов достаточно? А? Вот нет. А тут как раз давайте это... По порядку. К объективности ближе, да. Понятно, что мы получаем критику, достаточно, так сказать, объективная бывает. И связана она-то с тем, что проезды межквартальные, дворовые территории. Никто не делает разницы, что во дворе он должен убирать врача компания, тот, кто дом эксплуатирует, вот, а межквартальные проезды это наши. Да, мы не успеваем, мы это делаем с опозданием, и, конечно, там условия не самые лучшие. Но мы, опять же, объективно говорим, техник у нас не хватает. Еще одна проблема, тоже актуальная, это пассажирские перевозки. Многие сейчас вот эту ситуацию, которая сложилась в городе, называют не иначе, как войной, между муниципальным транспортом, муниципальными пассажирскими предприятиями и частниками. Когда она закончится и, главное, чем? Для пассажиров, в первую очередь. Ну, задача поставлена следующая. Значит, сохранить муниципальный транспорт. Я, если буду повторяться вот с этим тезисом, то я буду делать сознательно. Есть большая группа нелегальных перевозчиков. Те, которые никогда не регистрировались, те, которые никогда не платили налоги. У них была просто, так сказать, лицензия на перевозку, которая дает право, так сказать, вот, участвовать на не выполнении никаких дополнительных требований, в том числе не выплачивая налоги. Вот эта категория должна с рынка уйти. Закон не позволяет им работать. Поэтому наша жесткость в выполнении закона – это жесткость в выполнении закона, не более того. И поэтому к нелегалам у нас такое отношение. Я думаю, у нас хватит и силы, и воли все в рамки закона ввести, и пассажиры должны почувствовать все равно улучшение. Пислав Викторович, это будет все-таки синтез частников и муниципалов? И когда вот это облегчение, о котором вы сказали, вот в полной мере пассажир все-таки почувствует? Сколько времени для этого нужно? Я думаю, что сегодня ухудшения не будет, а улучшение наступит к концу 2017 года. Коррупционный скандал с департаментом имущественных отношений, архитектуры, градостроительства, вызвали огромный резонанс. Хочется понять, с чем все это связано. Неудачная команда была подобрана, дурное наследие вам досталось все-таки, роль эту сыграла свою, или может быть запутанность законодательной базы во всей этой сфере? Что касается департамента архитектуры, сегодня вопрос находится, как мы видим, уже более года в суде, пока завершения его нет. Значит, видимо, действительно сложный вопрос, и наверняка и суд, и следственные органы занимаются этим так долго, чтобы не допустить ошибки. Что касается других нарушений, там явно, так сказать, совершены преступления. Вот, ну что делать? Это дурное наследие или команда, которая неудачно была подобрана, скажем? Ну, вот там, где выявлены эти нарушения закона, да, деяния преступные, да, это все люди, которые работали у нас в администрации города Омска, а не из вновь пришедших. Считаете ли вы, что между городом и областью трения, назовем это так, неизбежны? Или это, в принципе, только омская традиция, что ли? Во всех территориях есть определенные проблемы этого свойства, связанные с законодательством, неурегулированностью, так сказать, полномочий и финансирования. Не только омская традиция? Не только омская традиция. Просто в Омске вот наследие наше, так сказать, там, 98-го года, да, вот оно настолько, так сказать, закоренело, настолько силу приобрело, что вот, так сказать, сейчас все попытки от этого уйти все равно оставляют ощущение наличия вот этого противостояния. На селе ситуация может быть даже хуже, чем в городе, по большому счету. И у губернатора всегда выбор, да? Ну, может быть, он не всегда оформлен, так сказать, так, благозвучно, что ли, да? Но, тем не менее, вот в адрес города мы порой получаем критику, которую воспринимаем как несправедливую. Вячеслав Викторович, еще раз мэром готовы стать? Я помню, вы говорили, что вроде как нет, но вдруг передумали или не передумали? Значит, что было, какое решение было принято, какое мое отношение к этому было, оно и осталось. Мэр должен по итогам предыдущего года отчитаться на одном из трех последних заседаний городского совета. Вот я думаю, вы видите, стоит отчет. И, как я говорил прежде и повторю сейчас, я почувствую оценку и населения, и депутатов городского совета, и всех, кто заинтересован в том, чтобы подвести итоги. И только тогда приму решение, что делать дальше. Продолжение следует...